Здравствуйте! На ваших экранах снова передача «Разрушители мифов», в которой мы обсуждаем невыдуманные истории, о которых уже просто невозможно молчать, связанные с различными гитарными техниками и так далее. И снять данный ролик меня вдохновил просмотр видео от Павла Забуруева, которое называлось «В чем не прав Фред-гитарист?». Название меня, естественно, привлекло. И, ознакомившись данным контентом, я натолкнулся на разбор со стороны Павла одной из теорий Фреда, связанной с обратными хаммерами, так называемыми. Если вдруг кто не в курсе, что это такое, я чуть позже покажу в данном видео. Ну, соответственно, я, честно говоря, до сих пор не знаю, как эта тема могла ускользнуть от нашей рубрики, потому что это мега интересная херня, на самом деле. Сегодня вы это поймете. Так вот, смысл там касался синхронизации рук. То есть теория Фреда заключалась в том, что если вы овладеете вот этими вот супер-типа какими-то сложными там обратными хаммерами, если вы научитесь их делать, то ваша синхронизация просто выйдет на какой-то небывалый уровень, и вы будете просто всех нещадно разъебывать. Но на самом деле все не так просто, и эта рубрика как раз-таки и существует для того, чтобы мы с вами все вместе разбирались, как это все работает на самом деле. Вообще, честно говоря, постоянно наталкиваясь на вот эти вот различные всплывающие споры, обсуждения, теории, там какие-то связанные с электрогитарной техникой, невольно наталкиваешься просто на какие-то уже философские рассуждения касательно того, что, блядь, ну как так-то, ёпта, уже 2023 год реально вверх информационных технологий, а, блядь, человечество до сих пор никак не может разобраться, как на этой несчастной электрогитаре там три пальца этих бедных, блядь, перекидывать с одной стороны на другую. Но, тем не менее, да, тем интересен этот инструмент, и тем больше материала для нашей рубрики. Ну что ж, давайте разбираться, что там вообще происходит с этими обратными хаммерами и так далее. Поехали! Итак, давайте для начала разберемся, что же это за такие нисходящие хаммеры. Ну, допустим, возьмем те же четыре ноты по хроматике, просто в нисходящем порядке. А теперь сыграем их тупо левой рукой. Соответственно, вот я сыграл их обратными хаммерами. Видите, я пробиваю чисто хаммерами, при этом правой рукой ничего не бью. И смысл теории Фреда заключался в том, что это и есть тот самый супернавык, который дарует вам идеальную синхронизацию на таких вот нисходящих движениях. Ну, во-первых, я не понимаю, как бы, что здесь такого вообще сложного и сверхъестественного пробить эти обратные хаммеры. Чем тут Фред хотел всех удивить, я не знаю. И почему это должно гарантировать вам какую-то суперсинхронизацию, честно говоря, тоже непонятно. И непонятно вот почему. Давайте сейчас более детально разберемся. Дело в том, что само понятие синхронизация, применимое к электрогитаре, оно подразумевает под собой в первую очередь одновременное взаимодействие левой и правой руки. Поэтому вот этот пример с обратными хаммерами, он уже не совсем связан с этим понятием, так как в данном случае мы тренируем не синхронизацию правой и левой руки, а синхронизацию пальца в левой руки между собой в умении выбивать вот эти обратные хаммеры. Соответственно, ошибка Фреда заключалась в том, что он говорил, якобы вот эта вот суперспособность пробивать эти обратные хаммеры гарантирует вам четкую синхронизацию на нисходящем движении. На самом деле нет, абсолютно нет, потому что даже если вы научились суперидеально, суперсинхронно пробивать эти нисходящие хаммеры левой рукой, если банально у вас правая рука не будет совпадать с этими одновременными хаммерами, то ни хрена у вас синхронизации никакой не будет. Дело в том, что на этот параметр влияет на самом деле огромное количество факторов, и более того, для того, чтобы в целом у вас вот эти вот нисходящие проходы, когда вы играете их переменным штрихом, звучали синхронно, вам вовсе не обязательно для этого уметь пробивать эти обратные хаммеры. Опять же, потому что есть такие параметры, как там время атаки медиатора и прочее дерьмо. И более того, касательно вот этих вот обратных хаммеров, которые демонстрировал Фред, фишка в том, что здесь тоже все не так просто. Когда вы вот так вот сидите и спокойно пробиваете размеренно эти обратные хаммеры, это одно. Когда вы попробуете это применять на практике, тут включается опять же огромное количество факторов, то есть там все зависит от того, в каком темпе вы это играете, от аппликатуры и куча разного дерьма. В общем, все не так просто, и не нужно молиться на эти обратные хаммеры. На самом деле, особо они вам супер какого-то скилла синхронизации не дадут. Я думаю, с этим все понятно. Извиняюсь за это журчание. Что-то пошло не так, видимо. Давайте, раз уж мы заговорили на тему вот этих всяких нисходящих движений, затронем и еще одну просто самую, пожалуй, популярную ошибку, связанную с этой темой, которую я постоянно наблюдаю у людей, которые с нулевого уровня записываются на занятия, и вот я постоянно у них вижу одно и то же, как правило. Это ошибка, связанная со следующим явлением. Допустим, я прошу человека сыграть ту же хроматику, к примеру. Вот просто восходящее и нисходящее движение. И я наблюдаю примерно следующее. То есть, когда человек играет восходящее движение, здесь, в принципе, меньше шансов обделаться. То есть, это выглядит, как правило, правильно. Но, когда он начинает играть в обратную сторону, происходит следующее. Он оставляет эти пальцы, каждый на своем ладу, оставляет их прижатыми, и на нисходящем движении просто начинает убирать по одному пальцу. Если вдруг вы у себя наблюдаете нечто подобное, я вам просто настоятельно рекомендую как можно скорее избавиться от этой ужасной привычки, потому что она влечет за собой ряд огромных проблем. Ну, во-первых, это сразу же добавляет нам проблемы с той же синхронизацией, потому что, когда у нас пальцы постоянно что-то зажимают, то ими, соответственно, сложнее как-то играть по понятным причинам. И в них постоянно накапливается какое-то лишнее напряжение и так далее. Плюс, соответственно, если вам просто нужно сыграть какую-нибудь фразу, состоящую из нисходящего какого-то прохода, ну, допустим, просто три ноты, соответственно, я же не буду каждый раз перед тем, как сыграть вот эти вот ноты, ставить все пальцы, каждый на свой лад, и потом по одному убирать. Ну, это лютая дичь, это просто колоссальное количество лишних движений. На практике это работает очень неэффективно. Соответственно, я рекомендую делать следующее. Я рекомендую во время вот таких вот нисходящих проходов пробивать в любом случае сверху, не поставив заранее пальцы каждый на свой лад, а примерно вот таким вот образом. То есть, как видите, каждый палец при нисходящем движении у меня пробивает отдельно. Для этого не обязательно владеть древним искусством вратных хаммеров, достаточно просто, нормально, одновременно с ударом медиатора вовремя пробивать эти ноты, и все будет четко. И, соответственно, для того, чтобы у нас рука была расслаблена, нам в любом случае нужен определенный замах в пальцах, потому что, когда мы держим ноты и вот так вот убираем по одному пальцу, это уже гарантирует нам напряг в руке определенный, наряду с той ситуацией, когда мы отдельно пробиваем каждым пальцем. Вот, окей, это первый момент. Теперь разберем такой вопрос, как переходы со струны на струну, и вообще, что делать с пальцами. Опять же, я, так как у меня спортивное образование, рассматриваю это исключительно с точки зрения техники, то есть и стремлюсь максимально рационализировать эти движения, свести затраты энергии и амплитуды движений к минимуму, при этом получить максимальную эффективность. Я долго думал над тем, как же все-таки разобраться с пальцами, чтобы это было максимально эффективно и максимально четко, и пришел к следующим моментам. Допустим, нам нужно сыграть какую-либо гамму, там, неважно, хроматику, но давайте на примере хроматики, раз уж мы с нее начали. Допустим, нам нужно сыграть восходящее и нисходящее движение с переходом на другие струны. Ну вот, к примеру, 4 ноты на 4 струне, потом 4 ноты на 3 струне и обратно. Как перекидывать пальцы в данном случае? Разберем сначала восходящее движение. Когда мы играем восходящее движение, я рекомендую сделать это следующим образом. Указательный палец нам так или иначе придется перекидывать на следующую струну, потому что мы по ней начнем играть также этим восходящим движением. Соответственно, встает вопрос, когда это делать. Если вы сделаете это примерно в этот момент, раз, два, три, четыре, потом перекидываете указательный и начинаете играть по 3 струне, вот этот вот переброс указательного пальца будет лишним движением между двумя вот этими крайними нотами. Последние ноты на 4 струне и первые ноты на 3 струне. И, соответственно, если вы будете повышать скорость, это может создать для вас определенные проблемы. Я рекомендую делать следующим образом. Я рекомендую перекидывать указательный палец за один шаг до того, как он сыграет свою ноту. Соответственно, одновременно с последней нотой, играемой на предыдущей струне, то есть синхронно с ударом мизинца. Раз, два, три, перекинул аккуратно. Еще раз. Раз, два, три, перекинул. Видите? При этом перекидываю его не вот таким вот образом, когда он открывает здесь просто все под собой, а аккуратным вот таким вот экономичным прыжком. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Здесь одновременно с ударом по этой третьей струне я убираю мизинец синхронно, чтобы он не создавал эти лишние призвуки, потому что удар мизиатора в данном случае их замаскирует. Доигрываю по третьей струне. И дальше обратное движение. На нем я следую абсолютно той же логике. То есть я играю потом первую ноту на четвертой струне, указательный просто ослабляется в этот момент, но остается на третьей струне. Потом я играю безымянным, указательный все еще на месте. И только одновременно со средним он обратно перекидывается. То есть за один шаг до того, как он сыграет свою ноту. И мы получаем максимально экономичное движение. Оно не является лишним, потому что оно синхронизировано со штрихом правой рукой. В принципе, я думаю, для многих из вас, сейчас, когда я вам это показал, это выглядит более чем очевидно, но тем не менее я не перестаю удивляться тому, что электрогитара до сих пор на пороге 2023 года остается достаточно темным инструментом. То есть Илон Маск уже запускает там спутники, все четко, iPhone 14, Max Plus и так далее. Вся вот эта вот херня. А люди до сих пор не поняли, как именно с пальцами разобраться на электрогитаре, чтобы сыграть хроматику. Но тем не менее, вот лично я склоняюсь вот к такому варианту. Путем экспериментов я понял, что он наиболее эффективен. По крайней мере, в моем случае это работает именно так. Это будет работать, соответственно, и с элементами там какой-то пентатоники. То есть, смотрите, я играю и перекидываю. Хоп. А здесь обратно, видите? Последняя нота на этой струне, перекидываю на следующую. Для чего это нужно? То есть, заранее я подготавливаю позицию для пальца, а потом просто зажимаю. Это гораздо меньше рисков создает наряду с той ситуацией, когда мы в последний момент будем дергаться этим пальцем. Допустим, сыграю ту же хроматику. И потом одновременно с ударом по третьей струне я буду пытаться перекинуть указательный палец на эту третью струну. Соответственно, риск обосраться гораздо выше. А здесь я спокойно заранее подготовил. И здесь аналогичная ситуация. Хоп. И все. И сыграл. Та же самая хрень будет работать с всякими гаммообразными пассажами и так далее. То есть, смотрите. Хоп. Перекинул. Вот таким вот образом. На легатных всяких движениях работает абсолютно аналогичным образом. То есть, смотрите. Хоп. Перекинул. Хоп. Перекинул. Соответственно. То есть, любая синхронизация вот этих действий между собой, она в любом случае даст вам выигрыш во времени и в целом. Даст только плюсы. Я надеюсь, вы поняли логику. И не будете впредь допускать подобных ошибок. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.